Ульянская земля У нас появилось еще большое количество интересных партнеров, которые готовы выйти уже в этом году на площадки в городе Ульяновске, в городе Демитровграде. Производство огнестойкого масла для турбин атомных и тепловых электростанций разместится в Заволжье. Глава региона назвал создаваемое с нуля производство амбициозной задачей. Дело в том, что технологии были утрачены в нашей стране в середине 90-х. Уникальность данного проекта нам видится в том, что для территории Российской Федерации завод будет первым. На данный момент 100% гидравлических жидкостей негорючего свойства закупаются за пределами стран, что в сложившейся ситуации нам стратегически кажется неверным. На ПАЭС свое внимание также обратила компания, занимающаяся покраской самолетов. Это решение кажется разумеющимся. Специалисты для открытия нового производства есть. Выявлено все из точки зрения логистического расположения. Данное предприятие не будет конкурировать с существующим предприятием «Спектр Авиа». Предполагаемый объем окраски – это 70 воздушных судов в год. Самым крупным по количеству рабочих мест станет предприятие в Димитровграде. Когда-то этот город славился на всю страну своим швейным производством. В лихие 90-е традиции были утрачены. Заняться их возрождением решила группа компании «Магеллан», занимающаяся пошивом одежды для силовых структур. Более 20 лет «Магеллан» создает качественную одежду для силовых охранных структур, для Министерства обороны, охоты, рыбалки, туризма. При выполнении боевых задач эта одежда, которую мы создаем, должна военнослужащему максимальный комфорт создать. Швейная фабрика разместится в индустриальном парке Димитровградского автоагрегатного завода. Создание производства растянется на несколько этапов. В итоге работать на фабрике будет более полутора тысяч человек. Стоит ли говорить, что предприятие поможет с решением трудовых вопросов «Моногорода»? Егор Титов, Руслан Баталов. Новости дня «Ульяновская правда».